А вдруг вирус в трубе с нефтью? А президент Беларуси Александр Лукашенко пошутил на эту тему. А все случилось на встрече с главой администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета Безопасности Андреем Равковым. Вот что заявил белорусский лидер. Может нам подумать, что там... Ну а вдруг вирус в трубе с нефтью или с природным газом? 70 миллионов тонн нефти транспортируют по нефтепроводу Дружба и по газопроводам. А ранее Лукашенко раскритиковал на решение российского правительства закрыть границу с Белоруссией. Вводится двухнедельный карантин для прибывающих из США, стран Евросоюза, Украины, Белоруссии, а также десятков других стран. На этом фоне закрытие России границы с Белоруссией с коронавирусом вызвало недовольство Лукашенко. Сам он не будет ее закрывать, иначе, по словам Лукашенко, до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве. Сейчас связаны от заявлений, правда ли, что вся Россия полыхает от коронавируса, по словам Лукашенко, в отличие от Белоруссии. В России на сегодняшний день коронавирусом заразились 93 человека, выздоровели четверо. Такие новые данные озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. Она также заявила, что в России сформирован двухнедельный запас лекарств из-за угрозы коронавируса. По словам Голиковой, оплата больничных листов тем, кто на карантине, будет производиться авансом, чтобы россияне не теряли в доходе. В свою очередь премьер Михаил Мишустин объявил, что в России появятся новые возможности тестирования на коронавирус для тех, кто желает проверить у себя наличие вируса без симптомов. Главок обмена поручил также расширить диагностику коронавируса в аэропортах и на железной дороге. Ранее Мишустин объявил о закрытии России границы с Белоруссией, что вызвало острую реакцию Александра Лукашенко. Последний считает, что, закрыв границу, белорусов отрезали без учета последствий. Белоруссия, по словам Лукашенко, не будет закрывать свои границы, иначе фуры будут стоять в очереди до Кремля, а люди будут в бешенстве. Вот что заявил Лукашенко на заседании, где согласовывало назначение руководителей местных органов власти. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Ну, дошло до того, что наша родная Россия, подчеркиваю, закрыла, закрыла границы с Белоруссией. Россия вся полахает от коронавируса. Так кто должен от кого закрываться? Вопрос риторичества. Вот до сих пор белорусы просто молодцы. За исключением одного случая, когда я предупреждал, не бегайте по аптекам и не скупайте там маски, спецодежду или какие-то лекарства. Вчера мне премьер докладывает, что делать, некуда маски девать. Белорусский президент намерен обсудить с Путиным решение российского правительства закрыть границу. Телефонный разговор запланирован, но когда именно, не сообщается. Кремль рассчитывает на понимание с белорусской стороны. Каждая страна суверенно принимает те меры, которые считает необходимыми для противодействия коронавируса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Все эти заявления мы обсудили с членом Совета по межнациональным отношениям при президенте Богданом Беспалько. Проблема в том, что в Белоруссии в девять раз выше плотность заболевания коронавирусом, чем в России. Поэтому я не понимаю логики белорусского президента, который говорит, что Россия вся полыхает, а Белоруссия нет. В Белоруссии все нормально. И как он собирается оставить границы открытыми, если мы их закрываем? Ну, вероятно, он будет всех пускать в Белоруссию. То есть, я так это понимаю. Граница открыта на въезд на территорию Белоруссии. А если Россия закрывает границу, то есть Россия не пускает, но, вероятно, ограничивает въезд. Хотя это, наверное, не совсем соответствует как бы правилам перекрытия границы. То есть, в данной ситуации жизненно важные товары и грузы будут все равно перемещаться через границу, но очевидно, что просторный поток упадет. Возможно, упадет доступ белорусских товаров на российский рынок. И именно это, скорее всего, и вызывает определенные опасения у белорусского президента. Но вообще его риторика, она в последнее время строится именно так, что вот мы молодцы, а в России плохо. А раз там плохо, и вообще эта страна такая достаточно странная, то она должна нам платить. Лукашенко заявил, что России надо было в этой ситуации не закрывать границу. На нашей совместной границе союзного государства под Брестом, я цитирую, помочь и материально, и людскими ресурсами. Что он имеет в виду, и как вообще такое развитие события было возможно? Ну, очевидно, что он имеет в виду дайте денег. Мы сами справимся. Все-таки еще пару месяцев назад там Александр Григорьевич выражался неприлично, прямо скажем. Да, мы помним, да. Как у него повторил Россию. Да, да, да. По крайней мере, из логики той речи никак не вытекает, что мы являемся союзниками. А сейчас вдруг вот опять союзники. Так вот. Ну, все-таки у нас были в последнее время немного напряженные отношения, в основном из-за разногласий по налоговому маневру, по ценам на сырье. Ну, какие последствия может иметь закрытие границ, и вообще, насколько это был необходимы меры? Ну, все-таки ближайший сосед и связи тесные. Ну, учитывая количество китайцев, которые там живут, учатся и работают в Белоруссии, то эта мера, наверное, вполне оправдана. По крайней мере, сами белорусы, они относились ко всему этому чрезвычайно серьезно. Мы закрыли границу с Китаем еще раньше. Китай тоже наш союзник. Мы очень важный торговый партнер. Из-за этого мы теряли по миллиарду рублей в день. Но, тем не менее, мы пошли на эти меры, чтобы и население успокоить, и предотвратить, ну, пока не противодействовать эпидемии коронавируса. Так что, мне кажется, что это вполне естественная мера. И она, естественно, население Белоруссии было бы вполне понято и принято. Единственное, что мы, как Россия, не можем через наши средства масс-информации донести нашу точку зрения до граждан Белоруссии. Потому что в Белоруссии существует определенная монополия информационная политика. Но интернет-то есть у белорусов? Да, но интернет, на самом деле, все-таки большинство граждан не используют. Большинство пользуются традиционными СМИ. Ну, то есть, в любом случае, мы не поссоримся с братьями белорусами после этого закрытия и незакрытия Минском границе? Я надеюсь, что нет. Богдан Беспалько. Ранее Михаил Мишустина объявил, с помощью каких антикризисных мер власти намерены справляться с последствиями коронавируса в списке решений, озвученных на совещании с вице-премьерами, как общеэкономические, так и те, что касается бизнеса и россиян. Глава Кабмина лично возглавит Координационный совет по борьбе с новой инфекцией для поддержки населения и отрасли. Будет создан антикризисный фонд в 300 миллиардов рублей. В ближайшее время в России будет налажена система оповещений граждан о ситуации с коронавирусом, в том числе через соцсети. А безрецептурные лекарства в ближайшее время можно будет заказать через интернет-доставку. Этим вопросом займется вице-премьер Татьяна Голикова совместно с Госдумой. Глава Кабмина также поручил обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине. Еще ряд важных заявлений, которые сделал премьер-министр, касаются бизнеса. В частности, правительство начнет вести онлайн-мониторинг экономической ситуации в стране. Для транспорта торговых сетей со вторника отменяются ограничения в передвижениях по городу. На таможне будет запущен зеленый коридор для товаров первой необходимости. Сами торговые предприятия получат доступ к льготным кредитам для решения поставленных задач. Кроме этого, правительство приняло решение об отсрочке налоговых платежей для туризма и авиаперевозок, которые могут быть расширены на другие отрасли. Еще Мишустин призвал госкорпорации включиться в работу по борьбе с коронавирусом. По словам Мишустина, меры, принятые против коронавируса в России, позволили ограничить распространение заболевания в стране. А рост числа заболевших в последние дни происходит за счет близких людей тех, кто уже болеет. Оценить объявленные к обменам меры Бизнес-ФМ попросил директора Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгия Ставковича. Само решение о выделении финансовых средств, причем в 300 миллиардов, это достаточно серьезная сумма, это абсолютно правильное и абсолютно верное решение, и оно находится практически в тренде всех цивилизованных стран. Конкретно, на что пойдут деньги, пока правительство официально, программно не заявило. Но мне представляется, что основная масса этих ресурсов должна идти в людей. Идет резкая психологическая атака на людей. Сейчас население будет менять свою потребительскую модель. Сначала будет все скупать, и у них будет с антресоли сыпаться гречка через несколько лет, и половину из этих продуктов они не купят. Но их обвинять не надо, потому что в основном это будут бэби-бумеры, которые большую часть жизни прожили в условиях советского дефицита, а затем люди уйдут в глухую сберегательную оборону. В этой ситуации, конечно, первое, это помощь людям. Второе, помощь здравоохранению. Все эти тесты, подготовка больниц, поликлиник, дай бог, чтобы это ничего не случилось. Но готовность должна быть номер один. А с точки зрения бизнеса, ну это тоже очевидно. Во время подобных атак, и тем более у нас второй «Черный лебедь», это отнижение цен на нефть, сейчас упадет спрос. Конечно, надо помочь предприятиям, нужно давать им субсидированные кредиты. Георгий Остапкович, первый цепремьер Андрей Белоусов, в свою очередь, заявил, что правительство поддерживает отрасли, оказавшиеся в зоне риска из-за коронавируса, кроме озвученных ранее Мишустином. На авиаперевозках и туризме он назвал еще строительные отрасли, а по словам Белоусова, сворачивание кредитов для пострадавших отраслей недопустимо, а для малого и среднего бизнеса будет введен мораторий на проверки. Россия в связи с мировой пандемией коронавируса решила закрыть границу с Республикой Беларусь для передвижения людей. В российском правительстве заявили, что такие решения принимают последовательно, в зависимости от распространения заболевания. Михаил Мишустин, премьер-министр Российской Федерации, рассказал о предпринимаемых мерах. Проактивные упреждающие меры, которые были нами приняты еще в феврале этого года, позволили серьезно ограничить распространение коронавируса в России. Мы должны сделать все, чтобы ситуация не развивалась так, как в других странах. Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей. Сделали ряд других упреждающих шагов. Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы. Действовать на опережение. Принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса. О своем решении российская сторона в рабочем порядке поинформировала белорусскую. Стороны и в дальнейшем договорились координировать совместные действия. В свою очередь Беларусь примет все меры для возвращения своих граждан на родину после закрытия границы. Премьер-министр Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин обсудили в телефонном разговоре вопросы обеспечения транзита людей и осуществления грузоперевозок в условиях распространения коронавируса, сообщает Белта. Мишустин также проинформировал о новых мерах, которые будут приняты в Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции, отмечает агентство. Для находящихся на территории России белорусских граждан посольство Беларуси в России в связи с ситуацией по коронавирусу организовало круглосуточную телефонную связь для экстренных ситуаций, сообщили в пресс-службе Дипмиссии. Беларусь и Россия планируют разработать автоматизированные роботизированные технологические процессы и оборудование для производства молочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси по итогам совместного заседания коллегии Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России. Беларусь и Россия ведут совместные разработки и внедряют новые агротехнологии. С 2001 по 2016 годы реализовывались программы союзного государства молоко, плодовощеводство, комбикорм, отходы, картофель и топинамур. В результате выполнения совместных научно-исследовательских работ по агропромышленной тематике аграрная наука разработала тест-системы для диагностики гепатита Е, а также отдельные ферментные препараты.